Всем привет! Не так давно мы проследили за тем, как Наполеон Бонапарт и его победоносная армия ушли из Италии, с Викторией, но из Средиземноморского региона Наполеон никуда не ушёл, и за тем, как именно он никуда не ушёл, мы будем следить при помощи незаменимого специалиста Олега Валерьевича Соколова. Олег Валерьевич, добрый день! Добрый день! Ну что, теперь у нас на очереди Египет. Да, у нас на очереди ещё одна удивительная кампания, поход Наполеона в Египет, кампания совершенно интересная со всех точек зрения, не только с военной, но и с научной, и с какой другой угодно. С романтической, это же какая-то такая экзотика. Понятно, что у нас Наполеон всё время ассоциируется с ледяным этим походом из России, с замёрзшей березиной, а тут какая-то совершенно другая сторона, другие реалии, всё другое. Тут восточная экзотика. Но прежде, чем мы поговорим о восточной экзотике, мы поговорим о том, как этот поход, во-первых, откуда растут его ноги, откуда он произошёл, а во-вторых, как его подготовили и каким образом это всё начиналось. То есть начнём всё, как говорится во Францах, по порядку и методично. То есть разберём действительно серьёзный этот поход, не просто какие-то несколько междометий, а попытаемся сделать серьёзное изложение этого похода, поэтому мы спешить не будем. Сегодня мы начнём, подготовим базу для того, чтобы нам высадиться в Египте. Я строго за, потому что про египетскую кампанию у нас, как правило, никто не знает ничего, кроме того, что она была. Ну что ж, попытаемся изменить ту ситуацию. Итак, декабрь 1797 года молодой генерал возвращается победоносный в Париж. 5 декабря 1797 года, после 20 месяцев отсутствия, он вернулся в свой особняк на улице Шантерен. Сколько произошло за эти 20 месяцев? Он уехал оттуда генералом, которого знали, что разве что парижане, а вернулся человеком, о котором говорила вся Франция, да и вся Европа. Он был человеком, который не только разгромил последовательно несколько армий австрийских, но и, в общем-то, дал мир всему континенту, потому что на суше заключён кампо-армейский мир, и континентальные державы все отныне находятся в состоянии мира. Всё это сделал один молодой генерал, которым поручили… Это была первая антифранцузская коалиция, да? Да, первая антифранцузская коалиция завершилась. И всё это сделал один человек, которым поручили просто небольшую часть войска для того, чтобы, так сказать, привлечь внимание австрийцев к южному флангу, и всё это кончилось из того, что эта почти что отвлекающая группировка превратилась в самую главную, которая последовательно одержала столько побед, как мы говорили, уже сто сражений боёв за год всего лишь, и в то время как остальные войска, главные части, находящиеся в Германии, ничего не смогли фактически сделать. И всё это сделал Бонапарт. Естественно, поэтому его ждал ликующий приём парижан, и правительство тоже должно было как-то его встретить достойным образом. И 10 декабря 1797 года, естественно, была устроена торжественная встреча, где он, так сказать, его торжественно принимало правительство, и как очень метко написал наш выдающий историк Манфред, он очень метко фразу сказал, что вот этого всё правительства, директория, улыбались, скрипя сердце и спрятав кулаки в карманах. Именно так. Боялись. Ну, понимаете, это правительство уже себя дискредитировало, уже к 1797 году, своей, во-первых, полной неспособностью управлять страной, развалом внутри страны, коррупцией и так далее, и так далее. Это правительство, оно, в общем-то, народ к нему относился презрительно, всё больше и больше и больше, и всем было вот это для этих людей, которые в эту директорию входили, что этот молодой генерал, у которого такая гигантская популярность, ну, рано или поздно заявит свои претензии на более что-то важное. Да и сам-то этот генерал уже тоже давно для себя решил, что он этим адвокатчиком не будет служить. Как-то это, кстати, зафиксировано, его мнение на этот счёт в этот период? Эти мнения зафиксированы, конечно, мемуаристами, эти мнения зафиксированы, конечно, такими источниками, которые не очень точно. Это, разумеется, в официальных документах нет такого где-то в каком-то рапорте или отчётном, говорят, я хочу встать на месте правительственной директории, такого нет, но по его поведению, по многим косвенным высказываниям я могу быть уверенным, что это так соответствует истине, потому что это уже желание… Помните, мы говорили в конце итальянской кампании, как солдат подходит и говорит, генерал, ты спас Францию, мы готовы сплотиться вокруг тебя, чтобы ты спас… Короче говоря, чтобы ты привёл в порядок страну. Это уже говорят ему солдаты, т.е. эта мысль уже у всех вращается в голове, это всё понятно, и поэтому, разумеется, для правительства он огромная опасность, этот генерал в Париже. Вдруг у него что-то в голове повернётся, понимаете, непонятно. В директорию его принять не пожелали, его не стали включать в член директории, тем более по Конституции он был слишком молод, чтобы можно было назначить членом директории. 28 лет ему должно было исполниться. Ему было 28, а тут возрастной цен 35 лет, как у нас сейчас, так что Бонапарт не мог быть членом директории по Конституции, да и вообще его там особенно-то видеть не хотели, они поняли, что если он попадёт в директорию, тогда они оттуда все выпадут просто-напросто. Поэтому правительство его хотело куда-то услать, а он тоже понимал, что в Париже ему оставаться не очень-то здорово. Он очень хорошо сказал так, в Париже ни о чём не сохраняет длительных воспоминаний, он сказал своим секретарем Бурьеном. «Если я останусь здесь надолго, ничего не совершив, всё потеряно. В этом великом Вавилоне одна слава заменяет другую. Достаточно было бы увидеть меня три раза в театре, как на меня бы перестали смотреть». И когда Бурьеном сказал, ну, генерал, народ так восхищает, смотрите, как они бегут, смотрите, как они смотрят на вас, на что бы он сказал, да они бы так же побежали, если бы меня везли на Ишафот, с такой же интересом они бы это всё смотрели. Поэтому он тоже бы хотел куда-то отправиться… Как в фильме «Фан-Фан-Тюльпан» – «Мама, мама, на каком соку-тое нашу папу»! Так и можно. Поэтому здесь как-то мнение интересное и той, и другой стороны совпали, куда бы подальше отправить Бонапарта из Парижа. И куда этот вопрос напрашивался само собой? Мы же только сказали, да, на континенте мир, всё, так сказать, война прекращена, но война идёт на море, а Англия не сложила оружие. И здесь нам важно понять немножко… для того, чтобы понять, что происходит на море, мы должны обратиться чуть-чуть к истории. Как вы знаете, в XVII веке далеко не ясно было, кто на море является хозяином. Не было такого, так сказать, владычца моря Британия. Например, в 1689 году во Франции было 120 линейных кораблей, а в Англии – 100, а в Голландии ещё меньше. Франция была самой крупной державой по количеству боевых кораблей. Но и более того, она была самой сильной державой по тому, как она использовала этот флот. Дело в том, что в 1690 году произошло самое знаменитое сражение морское при Бевизье 10 июля 1690 года, где 75 французских линейных кораблей адмирала Турвилла и Шатура Но атаковали союзный англо-голландский флот, 59 линейных кораблей, и разгромили его в Дребезге. Англичане и голландцы потеряли потопленными 16 кораблей и захваченными, и 26 повреждёнными. То есть это был полный разгром. Это, кстати говоря, кто представляет себе, 63 корабля и всего лишь 16 потеряно, в линейном сражении этих парусных деревянных флотов, при использовании линейной тактики просто один корабль потопить – это было очень непростая задача, а тут 16 уничтоженных и захваченных кораблей – это просто гигантские потери. Но через 2 года, по причине того, что Людовик-14 отдал такой довольно абсурдный приказ или по какой-то другой, но адмирал Турвиль, имея всего лишь 43 корабля, вынужден был атаковать 88 кораблей англо-голландских и потерпел жестокое поражение. Поражение при Лауге или, как он называет, Барфлёр по французу, англичанин Гауг, ознаменовало собой конец, в общем-то, доминирования французов на морях. С этого момента, вот с этого момента, с Барфлёра начинается морское владычество Англии. Англичане это очень хорошо помнили, и у них масса кораблей, после этого последовательно один с другим имели название Гауг. Конечно, потому что французы в 1692 году, они поняли, что не могут потянуть всё, ведь они же сражались уже тогда с Аугсбургской лигой, т.е. почти что со всей Европы. И, разумеется, когда, понимаете, на суше вас со всех сторон наступает, тут же не до жира быть бы живы. Ну, т.е. и о флоте уже, так сказать, флот перешёл на второй, так сказать, уровень финансирования, главную армию, и вот с этого момента Англия действительно становится владычей Марией. И в эпоху войны за испанское наследство, из семилетней войны англичане не раз одерживают победы, французский флот далеко, так сказать, остаёт по своей силе от английского. Но здесь вот история выписала такой некий поворот, достаточно неожиданный. Дело в том, что с самого начала правильной ледойки 16-го французы очень серьёзно взялись за флот, и причём взялись до того, что, во-первых, очень хорошие кораблестроительные программы, очень серьёзно ценились вопросами кораблестроения, достаточно сказать, что французы первые применили интегральное исчисление к расчёту корпусов кораблей. Ну, Франция же в это время была одна из ведущих математических дел. Без сомнения, Франция была ведущая в научном плане. Они стали также ничьи кораблей обивать медью, как и до этого начали англичане в скором времени. Французские корабли значительно стали превосходить по качеству английских кораблей, и как по ходовым своим качествам, по маневренности, и по своим корпусам. Достаточно сказать, что для того, чтобы построить корпус 74-пушечного линейного корабля в это время требовалось 2400 столетних дубов, с дубами в Англии… дубами деревья имею в виду, конечно, было сложно, так сказать, Англия импортировала всё, что необходимо для строительства флота. Из России, из Америки. Из России пеньку, как известно, из Америки древесину во многом из России тоже, короче говоря, французы очень-очень серьёзно подтянулись, и в результате во время войны за независимые Соединённые Штаты, где Франция выступала на стороне американских колонистов, они стали одерживать победы. Ну, первая крупная такая битва при Уэссане 27 июля 1778 года. В ней 29 французских линейных кораблей выдержали бой с 30 линейными английскими, и англичане в конечном итоге спустились под ветер, они, в общем-то, признали своё поражение, и адмирал английский пошёл под суд, за то, что, можно сказать, оголил английские берега тем самым. Ну, это не было грандиозной победой, где там топят корабли, но это был, в общем-то, показатель того, что англичане, оказывается, не могут так-то легко справиться с французами, и всё закончилось с тем, что уже на американском театре военных действий там французский флот уже одержал ряд успехов и, самое главное, одержал победу в чейс-пике 5 сентября 1781 года, когда французские корабли отразили попытку англичан прорвать блокаду Юрктауна, потопили один корабль, пять повредили линейных, и, короче говоря, англичане фактически вынуждены признать поражение, английские сухопутные войска без поддержки с моря капитулировали. Вот все эти события вызвали просто взрыв энтузиазма во Франции, патриотический подъём, и подъём французских моряков. Понимаете, у всех было такое ощущение, что Англия – это что-то такое, ну никак с ними не справиться. Оказывается, можно бить англичан, оказывается, с тем флотом новым, который во многом сделан в 70-80-е годы, мы можем сражаться. Что характерно, в 70-80-е годы такая ностальгическая черта – были построена масса кораблей, которые потом будут сражаться уже в наполеоновских войнах с Нельсоном, за Нельсона, против Нельсона – это знаменитый в Испании Сантисима Тринидад, Бюсанторо во Франции, Виктория в Англии, это как раз в 70-80-е годы постройки, они служили иногда очень много лет. Те корабли, о которых мы будем говорить, это все корабли постройки этого времени. Так вот, во Франции подъём, в Англии это вызвало, в общем-то, такой ступор, потому что Англия, казалось, находится в состоянии таком, что она не может себя сама защитить, потому что если флота у неё нет, то армия-то у неё очень маленькая. Кроме того, необходимо отметить, что если у француза всё-таки флот был ещё, по численности немножко уступал британскому, ну, вот к 1789 году французский флот насчитывал 80 линейных кораблей, 80 фрегатов, у англичан чуть больше 100 линейных кораблей, но дело в том, что, во-первых, англичанам нужно контролировать гораздо большую акваторию, так сказать, так в связи с их колониями гораздо сложнее всё это контролировать, это первое, а второе, у француза союзник Испания, Испанское королевство, союзник королевства Бурбонов, поэтому теоретически, даже и практически французы легко могли выставить гораздо больше кораблей в случае военного конфликта с Англией, это, я ещё раз подчёркиваю, в английских правящих кругах вызвало большое переполох. Тем более у Испании флот был, конечно, меньше, чем английский, но вместе с французским у них получалось очень серьёзное численное превосходство, плюс Испания, как ни крути, это древняя морская держава с огромной военно-морской традицией и счётами к англичанам, кстати говоря, историческими. На этом и базировался союз, поэтому, в общем, в Англии было по этому поводу большое беспокойство, и когда началась Великая французская революция, а Великая французская революция, как любая революция, это, естественно, определённый хаос, хаос, естественно, в снабжении флота, и хаос на флоте, почему? Потому что французский флот даже сейчас называют его иногда ла-рояль, королевский, потому что там очень много офицеров из древних семей, даже сейчас, в современном флоте, а что уж говорить о конце XVIII века, французский королевский флот был учреждением, где офицеры были все из аристократических семей, причём аристократические семья, Британия, Нормандия, близких к морю, и в которых такие традиции, я бы сказал, очень консервативные, и поэтому, когда началась революция, огромное количество офицеров эмигрировало, кто-то просто ушёл со службы, ну короче говоря, флот понёс огромные потери, и англичане эту ситуацию использовали по полной программе. Как известно, военно-морская база Тулон – самая крупнейшая на Средиземноморье французская, там произошёл мятеж, и религийские настроенные офицеры передали, можно сказать, всю эту базу в руки англичан. И что же сделали замечательные англичане? Когда, в частности, с помощью Бонапарта, который командовал артиллерией, как мы уже помним, англичане брались из Тулона, они оставили себе после себя замечательный подарок, а не четыре корабля линейных, лучших линейных кораблей, они просто утащили с собой, восемь линейных кораблей они сожгли, а четырнадцать они, так сказать, поломали насколько успели, потому что убирались они из Тулона очень поспешно, и поэтому даже не успели сжечь все корабли, ну, испортили, по крайней мере. Так вот, ущерб был флоту, он несён огромный, и Англия использовала эти революционные войны. Если другие державы воевали во многом всё-таки за идеологический аспект, у англичан аспект идеологический был вообще на десятом месте, для них было главное навредить Франции, особенно в отношении флота. Это им удалось, и вполне, конечно, понятно, что в этой ситуации, когда вот освободился такой, так сказать, выдающийся генерал, и которого нужно бы куда-то послать, пускай на очень опасное мероприятие. Куда его послать? Так тем лучше. Тем лучше, да. Тем лучше. Если он победит Англию великолепно, а если погибнет, и тоже неплохо, так сказать. Поэтому ему была поставлена задача, директория постановила, нанести удар по очагу войн на Коварном острове, откуда происходили все заговоры против революции Французской республики, низвергнуть могущество тиранов морей и водрузить Победановско-республиканское знамя над Бакингемским дворцом, сравниться с Цезарем, так сказать. Вот задача простая и ясная. Толково придумано. Толково, да. Потому что, в общем, кредит тут нечего. Нужно сказать, что Бонапарт был назначен командующим армией, которая, вы помните, итальянская армия, армия, которые воюют на территории Италии, а армия, которая должна совершить вторжение в армию, получила название Армей д'Англитерр, английская армия. Итак, Бонапарт был официально назван командующим английской армии. Итак, армия, которая предназначена воевать с англичанами. И испанский флот был готов поддержать испанцы, и голландский флот был тоже, так сказать, в помощь у Франции, хотя, конечно, разумеется, это уже были не те флоты, которые были накануне революции. Англичане, конечно, навредили всем, и Франции тоже. И всё-таки это было серьёзно. Нужно сказать, что энтузиазм вот этого предложения начать войну с Англией вызвал такое, что солдаты отдавали жалование своё, там, грубо говоря, вот они жалованы за 30 дней месяцев, да, они вот там 10 дней жалования к этой полубригаде 32-я отдают просто на войну с войны, т.е. для того, чтобы построить корабли, т.е. энтузиазм был полнейший, потому что англичан рассматривали действительно, если с австрийцами, с пруссаками, с испанцами, ну, воевали, ну, противник, а здесь, понимаете, ну, воевали с людьми, которые действительно стремятся нанести ущерб именно стране. Ну, поэтому война с англичанами у всех вызвала энтузиазм, и нужно сказать, что вот эта идея высадки в Англии, она, в общем-то, она витала уже давно. Ещё с 1793 года Комитет общественного спасения, т.е. руководство главной всеми революционной армии планировали совершить, подготовить вот такую возможную высадку. Ну, потом высадки в Англии в конечном итоге всё-таки отказались, а вот высадки в Ирландию, были попытки высадки в Ирландию, и неудачная попытка была в декабре 1996 года, в частности. Т.е. высадка на островах, она, так сказать, у всех была… В умах. В умах, да. Ну, вот Бонапаст отправился, когда получил это назначение, он отправился совершить инспекционную поездку по побережью, и что же он увидел? Он совершил инспекционную поездку в феврале 1798 года, с 8 по 20 февраля, и он увидел, что, увы, увы, в результате революции, конечно, флот понёс огромный ущерб, и это не тот флот, который бы мог совершить высадку на Британских островах. Слишком рискованно, слишком рискованно, потому что вот на данный момент соотношение сил там, в Ла-Манше, в Северном море, ну, не позволят это сделать, и он в 23 феврале написал рапорт правительства, что произвести десант в Англию, не будучи хозяевами на море, это операция дерзкая и слишком опасная. Момент для этой экспедиции был упущен, ну, когда англичане были заняты больше в других местах. Дальше он перечисляет необходимые меры для успеха предприятия, но, тем не менее, пока эту идею не отменили, ещё 24-го, у нас есть, понимаете, мы, как всегда, не по разговорам, а по делам, ещё 24-го, 25-го февраля есть инструкции по поводу подготовки всей этой десантной операции, пока всё ещё как бы работает, но я думаю, что в голове уже понапар для себя, нет, это не пойдёт. На самом деле это постоянно сталкиваешься с вопросом, почему какая-то континентальная держава, там Франция или потом Германия, почему они не высадятся в Англию, там через этот Ла-Манш переплюнуть можно. Ла-Манш узкий, а раз он узкий, значит, английский флот внеминуемо перехватит высадочные силы, перехватывать флоту их давать нельзя, значит, будет генеральное сражение. А если нет решительного превосходства, это совершенно не факт, чем этот бой закончится, а если уж собрался куда-то высаживаться, посадил людей на десантные средства, это значит, что его нужно только выигрывать, потому что иначе ты проиграешь бой и потеряешь там половину армии, тут никаких вариантов, это очень маленькое место, там увернуться от английского флота почти невозможно, только чудом на чудо рассчитывать, конечно, никто не будет. Ну вот, короче говоря, в конце февраля он приходит к выводу, что это невозможно, пишет соответствующие рапорты, но пока ещё всё это, операция подготовки, она всё-таки пока не остановилась, и вдруг 5 марта, понимаете, вот можно там всё рассуждать, когда, чего, когда идем, 5 марта вдруг документы, связанные с подготовкой экспедиции в Египет, 5 марта 1798 года, почему Египет, почему подготовка к экспедиции в Египет? Где Англия, где Египет? Где Англия, где Египет? Египет. Так вот, давайте подумаем, почему же вдруг это пришла эта идея египетской экспедиции, откуда она пришла. Итак, смотрите, три дня спустя после возвращения Парижа в Бонапарта с дипломатической миссии с острова Мальты приехал дипломат Жан-Батист Пусилик, и он привёз рапорт о состоянии Мальтийского ордена, ну, нужно напомнить, что остров Мальта был в руках тогда Мальтийского ордена Святого Иоанна Иерусалимского. То есть госпитальеров. Госпитальеров, да. Так вот, о чём этот рапорт говорил? Он говорил о том, что ситуация такая, что англичане подумают о захвате Мальты, а ведь, чтобы понять значение Мальты, вы знаете, вот я понял значение Мальты только тогда, когда ощутился на острове Мальты. Я, так сказать, до этого, ну что-то всё из-за этой Мальты Савербурга, ну островок какой-то маленький. Вы знаете, такой военной морской базы вообще, наверное, никогда нигде не было. Мы сейчас посмотрим на карту. Значит, это огромные заливы глубочайшие, врезающиеся, так сказать, в сушу. Заливы такие, такие глубокие, что вот линейные корабли могут подойти прямо к пирсу. Линейные корабли, которых осадка 8 метров, понимаете, они могли подойти прямо к пирсу. И укрепления такие были наворочены, мы ещё о них поговорим чуть позже подробно, но, в общем, крепость потрясающая, великолепная, так сказать, конфигурация местности, великолепная возможность укрытия для любых судов и плюс защита стопроцентная. И вместо положения острова в центре восточного Средиземноморья. Прямо в центре. И вот ещё, что важно. Когда сейчас мы говорим о флоте, современный флот, он довольно долго может находиться, в общем-то, не захотя на базу. Флот парусный того времени долго крестировать не может, потому что неминуемые повреждения за счёт штормов, так сказать, мы будем сейчас говорить о том, как Нельсон с небольшой частью флота получил огромные повреждения, просто о штормах. То есть флот болтаться в море месяцами не может, парусный флот, ему нужно обязательно базироваться, кроме того, забрать пресной воды, продовольствие и так далее, тоже очень сложно тогда было. И в результате нужна база для флота, обязательно база, от которой не очень большой радиус действия. Линейный корабль, когда мы говорим о линейном корабле, мы сразу себе представляем нечто исполинское, он в самом деле очень большой, но это большой, это 50 метров в длину, на 50 метрах в длину живёт 800-900 человек, понятно, что просто тупо припасов еды и воды, на этом пятачке в 50 метров, там почти полка солдат… 65, ну что там, 65, но это всё равно… Ну это, конечно, да. Это меньше любого современного эсминца в два раза. Ну он толстый, полный, я не скажу, толстый. Полный, безусловно, всё равно, там полк солдат, условно говоря, живёт на этом корабле, много там с собой припасов возьмёшь? Конечно, что-то возьмёшь, но это нечто, что очень быстро кончится. В общем, заглавная вода портилась тогда, не было тогда средств хорошо сохранять воду, поэтому флоту нужно обязательно база, куда он должен, так сказать, заходить, чтобы пополнить все эти запасы, и вот эта база идеальная, Мальта. Так вот, значит, Пуселик пишет, что всё говорит о том, что англичане собираются эту базу захватить, и, разумеется, если это произойдёт, то это, в общем-то, конечно, мощнейший удар по, скажем так, возможности Франции на Средиземном море. Плюс к этому рапорту пришло известие о том, что флот адмирала Брюэса, тут флот, который средиземноморский, он не может тоже по ряду обстоятельств прийти из Средиземном моря в Северное море на помощь, так сказать, в Ламаш, не сможет прийти. То есть, таким образом, Мальта под угрозой, флот Брюэса из Средиземного моря не может выйти. Ну и вот ещё, в январе 1998 года некто офицер инженерных войск, Лазовский, польское происхождение, посланный в свой, так сказать, со знакомительным таким вояжем, он привёз сведения, которые говорят о том, что Османская империя находится в состоянии ужасающего кризиса, армия в полном развале, т.е., короче говоря, Османская империя переживает огромный кризис. И одновременно консул Франции в Египте Магалон писал о том, что, значит, тоже здесь в Египте кризис, о том, что Мамилюки, которые властвуют Египтом, мы ещё будем подробно говорить о Мамилюке, значит, воинское сословие, которое управляет Египтом, и которое, в общем-то, почти независимо от Османской империи, очень плохо относится к французам, поддерживает скорее англичан и т.д. и т.п. И тут возникла мысль, послушайте, а вот в этой ситуации, а почему бы вместо операции в Англии не совершить операцию по занятию Египта, по дороге Мальта острова? Мысль, скажем, неожиданная, но не совсем абсурдная. Ещё с конца XVII века, начало XVIII века, когда Лебниц предложил Людойку XIV планы освоения Египта, как он говорил, эта мысль постоянно вертелась в головах французских правящих кругов. Шуазель предлагал министру Людойку XV компенсировать потери в Семилетнюю войну с занятиями Египта. И вот ещё, накануне революции, ведь, смотрите, французская дипломатия всегда поддерживала Османскую империю, как противовес Австрии. Но накануне революции вот этот союз стал ослабляться, тем более, что противоречия с Австрией стали, в общем-то, минимальными. И накануне революции возникла эта идея – перестроить союз франко-русский, не франко-турецкий, а франко-русский. Эта мысль витала во многих головах. А раз франко-русский союз, значит, Османская империя может быть объектом нашей политики. То есть, эта мысль тоже постоянно присутствовала. В результате, когда вот всё это сложилось в головах, а самое главное, понимаете, самое главное здесь всё-таки задача такая – нужно Бонапарту дать «иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Понимаете, вот это вот… Не в Англию, давай в Египет. Куда-нибудь, только подальше вообще. И вот эта идея пришла в голову министру иностранных дел Толерану, и он сделал рапорт директории о необходимости и важности овладнения Египта. Он начинал со слов «Египет был провинцией Римской республики, нужно, чтобы он стал провинцией Французской республики». Всё просто. Ну, как бы Франция приемец, можно сказать, великого Рима, значит, Египет должен стать жительницей Франции. Вот. Значит, но ещё один мотив, который для современного, ну, я не знаю, человека может показаться забавным. Дело в том, что считалось, что овладев Египтом, можно добраться до Индии. А Индия, вы понимаете, вот это необычное. Дело в том, что люди Великой Французской революции и Бонапарт, они были всё-таки людьми ещё XVIII века, даже немножко раньше на своих мозгах. И они не понимали, что могущество Англии, оно держится на экономике, мощной английской экономике, капиталистической, так? И они думали, что не может это экономическое могущество… Ну, чем оно держаться? У них какая-то тайна, какая-то тайна, что оно, это могущество, оно, знаете, как сила Кащея, она в иголке, да? А это сила где? Индия. Вот если только вот то, что они захватили в Индии, вот все эти богатства, поэтому это экономическое могущество Англии. И поэтому, если французские войска, хоть небольшая часть, войдут в Индию, ну, их поддерживают индийцы в восстании против, так сказать, англичан, то могущество Англии рухнет, как будто у Кащея вот эту иголку сломать. И если занять Египет, можно открыть дорогу в Индию. Ну, там же не было тогда советского канала, канал фараонов к тому времени давным-давно уже засыпало, а в Красное море выйти было нельзя, т.е. нужно было, если ехать в Индию, то пришлось бы ехать вокруг, если на корабле, значит, вокруг Африки, это почти кругосветное путешествие. Это невозможно. Это бессмысленно просто. Поэтому пешком, так сказать, из Египта, почему бы не послать, может быть, потом войска для того, чтобы англичан из Индии... Ну, или из Красного моря флот. Или из Красного моря. Ну, это уже, так сказать, строить в Красном море. Отдельная перспектива, да. Короче говоря, реально это очень сложно, конечно, но всё равно эта идея где-то, так сказать, присутствовала. И в результате вот эта вот идея, тем более, что тогда индийцы действительно вели борьбу за независимость, под руководством типу султана, и, в общем, об этом все говорили, о том, что если поддержать хоть чуть-чуть, то тогда англичане лишатся Индии. Ну, Индия для англичан, там-то, конечно, было очень важное подспорье, потому что какие-то гигантские ресурсы, они вплоть до 30-х годов, 20-го века оттуда выкачивали, которые просто даже измерить-то нельзя. Без сомнения. В общем, конечно, Индия была для англичан очень важна, всякий укол в сторону Индии заставил бы англичан пойти на любые условия договора, грубо говоря, если суметь так сделать, что для Индии создать... Серьёзную угрозу. ...угрозу, то тогда можно при переговорах добиться самых выгодных условий мирных договоров. Вот таким вот образом. Значит, итак, задача через Египет возможно прикоснуться к Индии. В результате фактически вот с идеей Толеррана это пошло позже, когда, в общем-то, экспедиция будет не совсем так развиваться, как хотелось бы, наверное, будут все члены директории в своих, так сказать, каких-то воспоминаниях, записках, всё валить, это Бонапарт придумал и так далее, но дело в том, что у нас есть синхронные документы. Например, есть письмо 22 февраля 1998 года прусского посла Сантоса отчёт своему правительству, ему нет совершенно никакого основания здесь выдумывать, он пишет так, он говорил с Толерраном, а тот сказал, я хочу поделиться с вами проектом, который мне принадлежит. Я предложил предприятие, которое должно расширить сферу нашего влияния и изменить историю человечества. 40 тысяч наших солдат, оставшиеся в Италии, должны захватить самую плодородную часть Египта. Я не вижу, что может нам противиться, и вижу огромную выгоду для нашей торговли и сокровищницу для науки. Вот это пишет Толерран, точнее Сандос о том, что сказал им Толерран. И 19 апреля Сандос снова пишет, что Толерран признался мне, что это он с Магалоном, консулом в Египте, является автором великого мероприятия, от которого он ожидает большого успеха. То есть, идея, конечно, принадлежит Толеррану, идея принадлежит директории, идея, во-первых, неплохо бы поживиться Египтом, угрожать англичанам в Индии, а самое главное – послать подальше этого генерала. Может, он там в этом Египте и пропадёт. Англичанам опасность создаст, и где-нибудь погибнет в песках Египта. Египт таким образом получит совершенно идеальное, гениальное решение. Значит, Бонапарт же был, как ни странно, в восторге от этой идеи. Египет. Дело в том, что тогда это была страна, которая окутана ореолом какие-то восточные сказки, там, «Тысяча одной ночи», понимаете, богатая страна, волшебные прекрасные гурии, огромные богатства Востока. Нил-фараоны, крокодилы и так далее, всё прочее. Это его очень заинтересовало. И Бонапарт, в принципе, за эту идею. А почему бы нет? И вы знаете, пожалуй, правильно написал Мерлен Де Дуэ, это летний член директории, вот он бы написал правильно. Нельзя сказать, что Бонапарт придумал идею экспедиции, но можно точно заявить, что без него она осталась бы проектом. То есть, во-первых, он поддержал этот проект, во-вторых, в общем-то, без него и не было бы такого проекта. Ну, а когда я ещё раз подчёркиваю, вот эта идея восточная, как он знал, потрясающий восток, отправиться на восток. Итак, Бонапарт… И у Бонапарта, безусловно, была авантюрная жилка. Без сомнений, без сомнений. То есть, для него предложили какое-то удивительное, фантастическое приключение. Но при всём при этом, при всём то, что действительно энтузиазмом, нужно вообще сказать, что ситуация-то была, прямо скажем, очень странной, ведь Франция пока ещё, она была с артаманской портой, с Турцией, она была в приличных отношениях. Ну, там уже были не союзные, но, по крайней мере, нормальные, корректные отношения. И Египет, да, он был практически сам по себе существовал, он от султана мало зависел, но всё-таки формально он был частью атаманской империи. То есть, фактически, Франция должна послать войска, которые возьмут часть территории её союзника. Ну да. То есть, это, конечно, в общем, ситуация была достаточно абсурдной, но почему-то в директории считали, что да ничего, турки, султан очень этим мамилюками недоволен, мы там его задобрим, и, короче, всё нормально будет. То есть, почему-то решили в этом смысле вот такую авантюру, настолько было желание Бонапарта услать куда подальше, они решились даже на это. В общем-то, конечно, идея не лишена авантюры. Так вот, это была как минимум рискованная идея. Итак, 5 марта эта идея стала уже приобретать конкретное очертание, потому что уже постановление, и, соответственно, Бонапарта уже в этот же день, он пишет директории свои соображения, но по его мысли достаточно было 25 тысяч человек, пехоты, 2-3 тысячи кавалерий без лошадей, чтобы они там лошадей нашли в Египте, для того, чтобы занять Египет. И в тот же день уже начались приказы конкретно военному министру, военно-морскому министру. Они бы там точно лошадей нашли? Нашли лошадей там. Нет, там лошадей было очень много. Что вы? Там лошадей было просто огромное количество. Вот. И с этого момента начинается создание того, что называется армей д'орьян, восточная армия. Теперь уже не английская армия, теперь восточная армия. Армия предназначена для вторжневеки. Главной точкой, где всё должно собираться, была, естественно, военно-морская база на юге Франции – Тулон. Разумеется, здесь Тулон, но сейчас главная военно-морская база Франции, тем более тогда, в конце 18 века. Несколько других колонн с кораблями должны собираться в Марселе, Генуе, Чевитовеке, в итальянском городе и на Корсике. То есть, несколько сразу эскадр должны выйти, соединиться и двинуться к Египту. Ну, доверие командующего было такое, да, естественно, это всё держалось в секрете направления экспедиции, но все узнают, что готовится какая-то морская экспедиция, а она будет готовиться на юге Франции. И вы знаете, доверие к Бонапарту было такое, что со всех сторон стали туда стекаться добровольцы, просто добровольцев не было отбоя. И он выбирал самых лучших себе, ну, во-первых, 11 дивизионных генералов, 20 бригадных, соединились такие самые знаменитые генералы, как Дезе, это потрясающий, конечно, генерал вообще, Клибер, Лан, Фриан, Мюрат, Даву, знаменитый Дюма, командир конец, помните, мы этот, отец писателя Александра Дюма, командир эскадронов Лассаль, Савари, в общем, короче говоря, блистательная плеяда генералов, офицеров, которые с энтузиазмом последовали за Бонапартом. Интересно, вот Дезе, ну, Дезе действительно один из таких лучших соратников Бонапарта, он, смотрите, что он написал накануне этой экспедиции. «Да, меня ведёт честолюбие, но оно благородное честолюбие, ведь оно предполагает идти навстречу большим опасностям, рисковать приобретённой славой во имя новой. Мне несложно было бы насытиться богатством, но никогда славой. К тому же я не желаю славы завоевателя, я хочу славу благодетелю народа». «Ничего себе». Вот так. Не, ну это вот, Дезе, это, конечно, такой образ генерала, который мечтал о славе благородной какой-то, и был, фактически, другом стал Бонапарта. «Командующим флотом назначен талантливый адмирал Брюец, 45 лет, опытный, отважный моряк, на флагманском корабле «Ариан», так сказать, гроза флота французского, гроза морей, 118 пушек». Его обычно на английский момент, на манер говорят «Ориент». Ну, «Ориент», естественно, конечно. То есть, «Восток». «Восток», да. Под его командой молодой адмирал Вильнёв, 35 лет, на корабле «Вильгельмтель», Дюшайла, 39 лет, на корабле «Франклин», и Декре, 37 лет, на фрегате «Диана», который командует авангардной эскадрой. «Лёгкие силы». «Лёгкие силы» разведывает, так сказать, эскадрой, которая должна предшествовать впереди. Всего было собрано 34 910 солдат и офицеров, так сказать, сухопутных войск. Это в основном из частей бывшей итальянской армии «Монопарта». И сюда вот эти знаменитые. Помните, 32-я линейная полубригада, о которой мы говорили. Естественно, она тоже в первых рядах. 18-я линейная полубригада, 75-я. Вот знаменитые полубригады, которые сражались в Италии под командой «Монопарта», и которые с энтузиазмом последовали за ним в Египет. Кавалерия не имела практически лошадей. Лошадей не стали грузить на корабли, потому что это очень тяжело. Представляете, вы верно сказали, о скученности огромной. Куда там лошадей грузить? Поэтому 300 лошадей, на всю эту огромную эскадру только 300 лошадей, а всех остальных должны были взять там. Ну так-то потому, что если хотя бы 3000 всадников и хотя бы 3000 лошадей, не считая лошадей для пушек… Да это вообще немыслимо. Это очень много. Это нужно было бы специальные лошадиные навозы нужны были. Да-да. И 10 тысяч моряков. Таким образом, около 35 тысяч войск сухопутных, 10 тысяч моряков, флот, 13 линейных кораблей и сотни транспортных судов. Причём два транспортных судна – это были преобразованы из линейных кораблей, т.е. огромные транспортные судна, несколько из фрегатов превращённых, т.е. старые линейные корабли и фрегаты, которые превратили в транспорт, и сотни судов. В общей сложности более 400, так сказать, судов. 55 боевых и 380, по-разному, там немножко оценки калибра, где-то 380, 410, потому что мелких судов было огромное количество. Всё, что можно, на юге зафрактовали, кого за деньги, кого, можно сказать, по счёту силой, чтобы хозяева судов дали свои торговые рыбацкие суда для транспортировки войск. Но, знаете, к чему прикасался Бонапарт, всё приобретало для современников черты чего-то сказочного и необычного. И Бонапарт решил, что экспедиция не может быть просто военной, она должна быть научной экспедицией. И, понимаете, дело в том, что в декабре 1797 года, когда он вернулся в Париж, его избрали членом национального института. Я хотел пояснить, что такое национальный институт. Дело в том, что в Королевской Франции существовало 5 академий наук разных. Была Академия наук французская, дальше, потом Французская академия надписей и медалей, потом Академия естественных наук, Академия живописи и скульптуры, Академия архитектуры – 5 академий. Революция решила, все академии, мы всё это отменяем, все эти звания, чины и так далее. И решили всё это просто фактически переименовать. Просто вместо Академии французской. Институт Франции. Институт – это не наше значение, учебный институт, а институт как некая… Фактически это можно перевести Академия наук, просто Французская Академия наук. И вот Бонапарта в эту Академию наук, в Институте Франции, его избрали 25 декабря членом, можно сказать, французской академии, он стал академиком по классу математики. Французская Академия наук, и когда… Французская Академия наук, он должен произнести, так сказать, ответное слово, и он произнёс. «Я знаю, что прежде чем сравняться с членами института, я долго ещё буду их учеником. Самые лучшие победы, те, которые не дают нам никакого сожаления, это победа над незнанием и невежеством. Самое благородное и полезное занятие – расширять сферу познания». Вот была речь Бонапарта. И он стал подписываться, не главнокомандующий, там, сначала английский, потом восточная армия, он подписывался «Бонапарт, мамбл дэл институт, Бонапарт, член института, главнокомандующий». Тонко. Да. То есть, прежде всего он как бы всё же, прежде всего он академик, а потом… Ну, главнокомандующий много, а академиков, простите, единственный генерал, который… Академик, ну вот. И в результате он обратился к учёным своим, прежде всего своим друзьям, это ставшие уже Монша, знаменитый математик, и Бертолет, вот, да, Бертолетова Соль, вот, Бертолет – химик, вот, и они стали обращаться, так сказать, к своим коллегам и приглашать их в это путешествие. И вы знаете, дело в том, что они не могли сказать, куда они отправляются. Секрет же. Секрет, это секрет. Поэтому разговор можно себе представить, например, так. Каста, я хочу вам сказать одну вещь. Не желаете ли вы отправиться с нами в удивительную экспедицию с генералом Монапартом? А куда? Понимаете, это секрет. Слушай, я не могу сказать, но с генералом Монапартом. Ну, с генералом Монапартом, да. То есть, в общем-то, фактически люди предложили действительно пойти туда, не зная куда, то есть, никто не знал куда, ну, по крайней мере, формально это никто не знал. На самом деле уже много там было догадок, и многие говорили о Египте, это витало где-то в воздухе, но всё-таки формально это был… Не обозначено было явно. …самая страшная государственная тайна, так? Вот. И действительно, формально её не говорили никому. Ну, т.е. многие подписывались, просто отправляются куда угодно, на край света. Будет экспедиция на край света. Готовы, генерал Монапартом? Готовы. Понимаете, это фантастика. 167 учёных и людей искусства собрались для этой игры. 167 человек. Причём это… Да, много там было молодых ребят, молодых учёных, даже студентов некоторое количество. Ну, было масса заслуженных. Ну, перечислить хотя бы… Ну, естественно, Гаспар Монж, Бертолет – основатели политехнической школы. Кстати, всего из политехнической школы – это… Ну, сейчас до сих пор во Франции – это самая лучшая техническая… ВУЗ. ВУЗ, да. У меня это уже… Знаете, я тоже учился в политехническом институте, у нас был политехнический институт, так что политехническая школа использует у меня такой слабость. Она была основана в 1795 году во Франции, буквально незадолго до этой экспедиции, и вот Монж и Бертолет – это создатели политехнической школы. Поэтому политехническая школа дала 46 человек. Например, дальше из геолог Доломье… Доломье-то, надеюсь. Ну, разумеется, конечно. Вот это геолог Доломье. Денон – выдающийся рисовальщик, специалист по истории искусства, будущий создатель Лувра – Вивиан Денон. Он тоже отправился туда. Дальше. Математики. Фурье. Кто не знает ряды Фурье? Да даже я знаю. Вы знаете, я когда-то их изучал. Сейчас не думаю, что я смогу оперировать ими, но когда-то я в политехе эти ряды Фурье, так сказать, изучал. Фурье. Другой математик, Кастас. Ну, он достаточно известный математик. Дальше. Из натуралистов. Из тех, кто занимается… Разумеется, историков, востоковедов. Историки должны были обязательно быть. Ну, это само собой. Об этом даже я не говорю, потому что этим вообще было жутко интересно. Историки, археологи, востоковеды. Наконец, глава воздухоплавателей Канте, тот, который, так сказать, в это время во Франции занимался воздушными шарами в их применении. Кстати, Канте – это не просто ещё воздухоплавитель, это, знаете, карандаш, которым пользуется. Он создан Канте, вот такой грифель какой-то. Это вот уже карандаш. В современном виде это создание Канте. Так вот, значит, Канте тоже отправился в эту экспедицию. То есть, ну, это какая-то блистательная плеяда. Разумеется, к этой плеяде учёных были ещё рабочие, библиотекари, так сказать, наборщики типографии. Выделено было на этих учёных на первых парах 200 тысяч франков примерно. Так как я уже говорил неоднократно, ну, франк той эпохи, ну, примерно как 10-12 евро, то есть, грубо говоря, 2 миллиона евро только вот на, так сказать, подготовку экспедиции учёных. Было выделено деньги, чтобы закупить книги все необходимые по истории Востока, по Египту, вообще по восточным странам. Секрет же куда отправились, пойдём по всем восточным странам. Необходимые приборы, типография, причём постоянно была задача, чтобы типография была на всех языках – на греческом, на арабском, т.е. вот все эти, так сказать, шрифты были и так далее. Т.е. была огромная совершенно подготовка научной экспедиции. Ну, я смотрю, прям подошли, да как? Серьёзно, потому что 167 только учёных, не считая обслуживающего персонала, но это гигантская, причём полинаучная экспедиция, потому что там все тебе от математиков до историков и даже композиторов. Даже композиторов. Т.е. действительно было, понимаете, архитекторы, поэты, музыканты, рисовальщики, химики, астрономы, математики, физики. В общем, это был просто огромный, так сказать, научный десант. Междисциплинарный. Междисциплинарный. И ещё раз видно, что практически все, очень мало кто отказался. Причём, я ещё раз подчёркиваю, да, много было молодых, которые, так сказать, интересно, авантюрную поездку, но была масса маститых учёных, которым было за 50, и они все отправились в такие, как Доламине, как Бертолей и так далее. И вот 9 мая Бонапарт прибыл в Тулон, где был главный центр подготовки. Вот вспоминает участник экспедиции, «Бонапарт по очереди объехал всевоенные транспортные суда, стоявшие в линии. Я видел, как он прошёл по галерее Ариана, флагманского корабля, с такой уверенностью и обликом, который выдавал в нём гениального человека. Повсюду раздавались звуки воинственной музыки. Армия словно уже отмечала свои победы, и небесный свод наполняли наши восторженные приветствия». То есть, Бонапарта встретились с ликованием. Причём, никто не смеялся, если он… Понимаете, какой авторитет стал человеком? То есть, для людей было всё. Если он пришёл, это будет победа, это будет величайшая экспедиция, это будет что-то, что войдёт в историю. И Бонапарт обратился с воззванием. Самое, так сказать, опять интересное. Он не мог, по крайней мере, формально сказать воззвание, куда же он направляется. Поэтому воззвание было так построено. «Солдаты, вы являетесь одним из крыльев английской армии». То есть, одно… Вот как бы получается, что вроде как… Один из флангов. Один из флангов английской армии, что вроде как у нас левый фланг. То есть, мы что-то вроде как… Может, против Англии будет поход, так сказать. Римские легионы, которые вы подражали, пока ещё не сравнились с ними. Потому, что римские легионы сражались попеременно то на море, то на равнинах Замы. Сравните, вы должны сравниться с ними. На вас смотрит вся Европа. Вам предстоят великие свершения. И когда он обходил их, он сказал, не правда ли? Я обещал вам перед походом в Египет, что вы найдёте честь, славу и так далее. И всё это было. И все говорят, да, перед походом в Италию. Это я обещал вам. Реализовано было. Реализовано. И сейчас ему обещают тоже славу, победу, успех и так далее. И заодно он ещё кинул. И на всякий случай. И шесть арпанов земли. Ну, всем. То есть, чтобы вот после победы они получат, солдаты, которые хотят получить себе землю. Шесть арпанов – это два с половиной гектара примерно. По этому поводу потом будет много-много шуток. После поводу шести арпанов земли. Солдаты, матросы. Вы являетесь предметом самых больших забот республики. Вы покажете себя достойным армией, часть которой составляете. Опять намёк на то, что всё-таки это часть какой-то армии направлена на протеянные армии. То есть, в общем, в головах у всех вроде как говорили о Египте, но всё же постоянно фигурировала какая-то армейд-англитерра, английская армия. То есть, что это такое? Поэтому ясности у всех куда ни направляться не было. И, наконец, солнечным утром 19 мая 1798 года огромная армада отплыла из Тулона. То есть, все линейные корабли были собраны в Тулоне. Все эти 13 линейных кораблей боевых, они отплыли из Тулона, а уже за ними вся эта армада из лёгких судов и транспортных судов. Порядок движения эскадры был таким образом. Эскадра двигалась тремя колоннами, 2 по 4 линейных корабля, в центральной из 5 линейных кораблей. Впереди адмирал Декре с лёгкой эскадрой. Фрегаты шли на расстоянии, если мы не будем говорить в морских милях, чтобы люди не портить, не затруднять пересчёт, ну 30-40 км впереди идут лёгкие суда, которые освещают марш. Справа и слева тоже лёгкие суда, фрегаты, бриги, которые эту эскадру окружают. Фактически эскадра – это не материальная точка. Пятно, скорее. Это огромное пятно, много-много километровое, которое и в глубину, и в шире. Причём линейные корабли, как ни странно, у них ход был лучше, чем у этих транспортных судов, поэтому… Это как раз не странно, это как раз нормально. Поэтому линейные корабли останавливались, пропускали эти транспортные суда, потом снова шли вперёд, потому что постоянно эскадра должна быть прикрыта. Эскадра растягивалась в колонну, например, 16 км, основная часть эскадры, 16 км, ещё не считая отрядов, прикрытия, охране и так далее. По линейным кораблям распределились самые лучшие войска, т.е. на транспортные суда войска похуже, а лучшие части – гренозеров и так далее – это всё на линейные корабли, в частности, на «Ариан». И что важно, что понимали, что может быть столкновение с англичанами, и поэтому проводились постоянные учения каждый день, а иногда несколько раз в день учения следующие. Во-первых, солдат всех учили лазить по вантам, немножко помогать, чтобы они могли помочь, в случае чего тянуть какой-то фал, чтобы они что-то уже знали, что происходит на корабле. Все канонеры сухопутные, все они обучались действию с орудиями морскими, и пехотинцы также. Т.е. фактически хотели, чтобы в случае столкновения с англичанами все будут действовать, все будут работать, и все окажут какую-то помощь. Вот такая была задача. В общем, насколько это было опасно, всего 13 кораблей, это, конечно, много с одной стороны, с другой стороны совсем немного. Англичан же могло быть там серьёзно больше. Ну, англичан, как мы видим, было 14 кораблей, линейных кораблей 14, здесь с обоих сторон силы были практически равны. Нужно сказать, что вот если бы произошло столкновение во время этого марша, то, в общем, ещё бабушка над войскала, как это могло бы сложиться. Потому что у французов, с одной стороны, корабли за счёт перегруженности, они были менее ходкие, так сказать, но зато они были набиты до отказа личным составом, который мог поддерживать ружейным огнём в случае, так сказать, сближения. Причём была поставлена тактика такая, ну, конечно, всем было понятно, что это не 16-е кто-то бордаж редкая вещь, но всё-таки чтобы сойтись на такую дистанцию, чтобы действовало ружейный огонь, чтобы не только артиллера работала, но ещё можно было с Марсов, с Вантов ввести ружейный огонь. Ну, это в это время была вообще обычная тактика, сближаться очень близко и бить с дистанции минимальной. Ну, вот, в принципе, на это и все, но дистанция метров 100, метров 50, вот таким вот образом сойтись. При этом, возможно, количество войск сухопутных, которые у французов было, оно бы оказало какую-то свою роль. Но, по крайней мере, что было, мы не знаем, потому что… Ничего не было. Потому что мы об этом будем говорить. И так, интересно, что каждый вечер почти… Например, он собирал у себя в каюте, в большой каюте флагманского корабля «Ариан», учёных, и вот они там обсуждали. Каждый вечер какую-то ставили какую-то тему обсуждения, там, положим, о происхождении Земли, положим, так? Семинары, точнее. Семинары научные, да. Ну, кому-то было очень интересно, кто-то из генералов кемарил, так сказать, на этих семинарах, но, так сказать, вот учёные выступали, пересобравшись, слушали такие семинары, рассуждения, научные споры. Ну, вообще-то, конечно, тоже эта атмосфера удивительная, это, пожалуй, атмосфера только что вот этой экспедиции. Вот. Ну, экспедиция двинулась, вот мы видим, она вышла из плона, присоединила конвой из Генуи и двигалась дальше мимо острова Корсика, где присоединился тоже небольшой отряд, и дальше она должна была ждать присоединения конвоя из Чивитовеки, вот отсюда, из Италии, конвой ДЗ. Но когда прошли вот уже Корсику, когда находились на траверсе Сардинии, конвой этот из Чивитовеки не подходил и не подходил, и Брюец предложил послать навстречу ему четыре линейных корабля, потому что у конвоя из Чивитовеки не было линейных кораблей, там были только фрегаты, и они в случае столкновения с английским флотом ничего не могли бы сделать. Поэтому он в ответ на предложение Декре сказал, если через 24 часа после выделения этих кораблей будут замечены 10 английских, у меня, кажется, только 9 кораблей вместо 13. Адмирал ничего на это не смог возразить, и решили не ждать конвой из Чивитовеки, что бы с ним там ни случилось. А конвой из Чивитовеки – это было 70 транспортных судов, 3 фрегата, всё это было под командованием ДЗ, этого знаменитого ДЗ, о котором я говорил. Интересно, что на конвой из Чивитовеки тоже были учёные, в частности, там был монш, который на флагманском корабле этого отряда находился. И вот, что интересно пишет Бильяр, офицер, который был на корабле флагманском, в этом писал, что «добрый и умный монш учит всё наше общество», у них тоже семинары прорезли на корабле, я с удовольствием согласился бы, чтобы путешествие продолжалось хоть 6 месяцев, если бы быть всегда с ним. Ну, в общем, короче говоря, этот конвой из Чивитовеки, он, оказывается, просто опередил, он опередил всех и пришёл раньше к острову Мальта. И пришёл раньше к острову Мальта и начал здесь крессировать недалеко от Мальты, потому что он не мог принять решение, что делать по отношению к Мальте, поэтому они держались просто в стороне, но не подходили к Мальте. И вот, наконец, 9 июня они увидели, как отсюда приближается просто огромный лес-мач. Бильярд тоже пишет, что мы увидели огромный лес-мач, который шёл на нас на всех парусах, это была главная эскадра. Мы увидели Арианну, эту плавучую крепость, которую несла победители Италии. То есть, 9 июня вся эта огромная масса судов, она встретилась здесь, в Мальте, более 400, так сказать, боевых кораблей и транспортных судов. Что же в это время делал Нельсон? Дело в том, что Нельсон, самое интересное, со своими кораблями он находился у Гибралтара, потому что вообще Нельсон был абсолютно уверен, что вся эта... В Англии поедет всё. Ну, послушайте, идёт война между Францией и Англией. Французы собирают... Сколько французы собирают войск, кораблей, всё это англичане знают. 35 тысяч солдат. 13 линейных кораблей. Это что? Куда? Ну, конечно, это всё в Ирландию предназначено. Понимаете, это войска этих слишком мало, чтобы атаковать Англию, это понятно, так? Маловато, да? А что могут они сделать? Конечно, высадится в Ирландии, национальное освободительное движение в Ирландии, и всё, это будет такой удар по Англии с тыла. Это действительно... Вот это действительно был бы очень мощный удар по Англии. Англичане вынуждены пойти бы на любые переговоры, только бы, чтобы французы ушли из Ирландии. Они бы, наверное, даже и не ушли. Поэтому, естественно, Нельсон ждал, так сказать, спокойно в районе Гибралтара, но потом он как-то всё-таки подумал, что что-то такое... Всё нет и нет. Всё-то что-то надо, и он двинулся с авангардом из трёх линейных кораблей, он сам нёс свой, так сказать, боевой флаг на линейном корабле Венгард, и с этими трёма линейными кораблями, нескими фрегатами он стал приближаться туда, к Тулону. Это мне сразу напоминает анекдот знаменитый из 90-х годов. Ну, как два киллера в подъезде стоят и ждут клиента, а его нету. Вот один другому говорит, слушай, это уже полтора часа опаздывает, может, что случилось? Да, может, что случилось? Да, примерно так, да. Вот, совершенно верно. И вот Нельсон, узнав, может, что случилось, стал приближаться к Тулону. Представляете, он 19 мая, в то время как французы выходили с Тулона, он на подходе к Тулону попал в сильнейший шторм, в сильнейший шторм. И что получилось? У него сломалась, во-первых, фок-матч вообще в Дребезге, так? Две другие матчи повреждения получили. Бушприт тоже, так сказать. Ну, короче говоря, его венгард вообще оказался без движения. И он написал своей жене… С ограниченным движением, конечно. С ограниченным движением. Он написал своей жене, причём, ну, я бы сказал, с некоторым английским юром по отношению к себе, что вот я ещё вчера был уверен, что всех там французов легко там вообще разгромлю, а теперь я сам думаю, что любой французский фрегат может со мной разобраться и сделать, чего хочет, потому что он, так сказать, совершенно почти что обездвижен. И, да, буря-то разметала его корабли, и фрегаты его потерялись. Короче говоря, вот эта буря Нельсона на некоторое время оставила без движения, без сведения французов. А французы в это время, так сказать, потихонечку, не торопясь, двинулись, как мы говорим, мимо Сардинии. Повезло, потому что если бы вот на всю эту огромную армаду французов, учитывая огромное количество не боевых кораблей, а более тихоходных и, скажем так, отличающихся вообще по ходовым качествам торговых кораблей, вот если бы их разметало, они бы собирались потом за морковки на вузаговине. Вы знаете, вот после всех этих неприятностей со штурмом, Нельсона всё-таки свои корабли примерно привёл в порядок, и 11 июня присоединилась к нему основная часть эскадры, которую привёл адмирал Троубридж, это было 11 линейных кораблей, т.е. он объединялся с этой… И знаете, какую цель поставил Нельсона, когда он дальше двинулся за французской эскадрой? Разделить эскадру на, как говорили, дивизии, ну дивизион по-французски, по-английски дивижн часть, так вот, две дивизии по пять кораблей, их задача взять французские боеволинейные корабли с двух сторон, а третья дивизия четырёх кораблей даже под командой Троубриджа должна была топить транспортными войсками, т.е. задача в то время, когда они завяжут бой с главными силами, дивизия Троубриджа должна была атаковать вот эти вот суда, внести, так сказать, полное смятение, беспорядок, потопить вот эти корабли. Вот такая была задача. Но пока они были ещё, так сказать, далеко, они прошли Тулон, увидели, что с Тулона французы ушли и двинулись вдоль побережья Италии. Ну а французы 9 июня собрались уже все вокруг острова Мальта. Ну зрелище было грандиозное. Вот огромный гигантский флот, лес Мачта, они находятся у Мальты. И вот здесь мы… давайте вернёмся сейчас к Мальте, посмотрим, как выглядела Мальта. Крепость потрясающая. Вы знаете, вот я говорю, до того, как я не был на Мальте, я всё это не очень понимал, но когда я это увидел, смотрите, крепость, большей частью, вырублена в скалах, причём высота стен, ну стен, конечно, не старинных феодальных замков, а огромных таких толстенных, гигантских стен, она достигает в нескольких местах высоты 20 метров, 20 метров и такой же толщины… 9 этажей. Да, такой же толщины, т.е. эскарпы от глубины рва до высоты стены 9 этажей, и толщина примерно такая, т.е. огромные чудовищные гигантские стены, и рвы в некоторых местах до 18 метров глубины. Ничего себе, это пятиэтажный дом можно спрятать, пропадёт. Запросто. Вот в таких рвах… На валах крепость стояла 1200 орудий, т.е. в некоторых местах в 3-4 яруса стояли пушки. 40 тысяч ружей было на складах, 500 тонн пороха было. Вот участник экспедиции пишет, форты, которые окружают рейд, способны потопить хоть эскадры всей Европы. Цитадель, ощетинившаяся четырьмя рядами пушек, делает крепость неприступной. Укрепления настолько мощные и столь нагромождены одно на другое, что всё это производит вид фортификационного безумия. Т.е. ну такого вообще… Дело в том, что мы знаем, что в XVI веке, когда орден святогоена Русалимского учредился на Мальте, попытались, так сказать, турки этот осад взять, была знаменитая осада, когда огромный турецкий флот блокировал Мальту, и дальше началась гигантская страшная осада, мальтийские рыцари доблестно и отважно выдержали эту осаду. После этого все силы, орден, когда денежки появлялись, а денежек в ордене было много, и тратили новые и новые укрепления. Каждый новый магистр считался за честь построить новые и новые укрепления, совершенствовав фортификационное искусство и всё время совершенствовали укрепления Мальты. Строили постоянно. До середины XVIII века новые и новые укрепления создавали. Но этой мощнейшей крепости не хватало главного – людей. Дело в том, что, как древние римляне говорят, что не стены, а мужи являются защитой городов, т.е. всё-таки воля обороняющая. Конечно, если бы в этой крепости было, скажем, несколько тысяч человек, которые решили обороняться, взять её практически невозможно, т.е. её можно блокировать, её можно бесконечно осаждать неизвестно сколько, но невозможно крепость сожжать годами. Т.е. крепость будет держаться до той поры, пока у неё хватает продовольствия. Пока у неё хватает нам провианта, она может держаться. Т.е. это крепость, которая при условии её обороны нормальной, штурм взять невозможно, потому что любое количество людей её пошлёт, их просто уничтожат, сметут, картечь, урожай, магния и т.д. Но при условии, что в крепости есть люди, которые готовы обороняться, и что их достаточное количество. Так вот здесь, смотрите, было всего лишь 800 рыцарей. 800 рыцарей. Что значит рыцарей, конечно, не в доспех ходили, просто, скажем так, офицеров, можно сказать, 800 офицеров, но разобщённых между собой. Дело в том, что у них единства не было. Во-первых, многие эти рыцари были французами, и французские рыцари не хотели драться против французов, они считали, что они призваны сражаться с турецкой опасностью, а воевать против своих соотечественников им не очень хотелось. Это первое. Во-вторых, вообще орден во многом потерял ощущение своей полезности, и у него не было такого вот желания драться любой ценой. Кроме рыцарей было 1500-1800 солдат. Это были наёмные солдаты, итальянцы, немцы, французы, испанцы, и большей частью дизертировали авантюристы. У них вообще тоже никакого особого желания сражаться не было. И кроме того, были ополченцы. То есть, то, что на острове можно поставить под ружьёк крестьян, остров-то маленький совсем, поэтому, так сказать, много народа там не соберёшь. Ну, несколько тысяч ополченцев можно было собрать. Но эти люди вообще совершенно, они были, конечно, самое главное, что у этих ополченцев вообще не было особого желания защищать орден. Они рассматривали рыцарей этих орденских как людей, которые, в общем-то, не бы сказал, что их тиранят, но, по крайней мере, в общем-то, являются их, ну, как говорили во времена советские, эксплуататорами. Ну, так они и являлись. Ну, в общем, они и являлись, да. Поэтому у этих ополченцев тоже не было какой-то особой мотивации сражаться за орден. Вот. Орден, нужно сказать, в XVIII веке практически стал действительно бесполезным, ведь он создан как орден, который сражался за святую землю. Потом он сражался, так сказать, боролся с варварийскими пиратами. На XVIII веке он постепенно просто превратился в декоративный, некий декоративный орден, который как… Реликт. Реликт, да. Значит, раз в год он посылал несколько галер пройтись по Средиземному морю, в основном посетить порты Франции и Италии, так сказать, где их принимали всегда с почтями, как рыцари, которые борются, так сказать, с опасностью. Непонятно, какой теперь он. Непонятно, какой вот. В общем, орден потерял свой raison d'e, это смысл, так сказать, существования. И поэтому особого желания сражаться мало было у кого. Великий магистр был Гомпиш, он был, так сказать, из… Он был португалец. Нет, он был австрийец. Гомпиш. Гомпиш, да, ну вот такая фамилия у него была. В австрии, может, не он предстоит, он кто-то из португалии. Но он был, сам-то он был, так сказать, германоязычный. Но большинство рыцарей были, в основном всё-таки они были франко-говорящие, были рыцари из Испании, из Германии, ну, в общем, основная часть французов была. Гомпиш не был решительным человеком, не был человеком, который может, так сказать, мобилизовать органы на защиту. И вот когда появился конвой ещё из чьи-то веки, стали обсуждать, что делать, что делать. Значит, некоторые говорят, что нужно поднять сигнал о тревоге, драться до последнего, если французы попытаются. А некоторые говорят, давайте вообще не будем ничем, так сказать, провоцировать французы, может, они пройдут мимо, может, они вообще… Не к нам вовсе. Не к нам вовсе и так далее. Значит, и вообще были такие, что назначение ордена вести войну с турками, они должны выказывать какое-то недоверие к христианскому флоту. В общем, вот такая ситуация, никто не знал, что делать. И когда подошёл уже весь флот во главе с Бонапартром, то было послано французское судно с требованием пропустить флот в бухту. Вот здесь тогда понял. Представляете, такой флот огромный, гигантский войдёт в бухту, в общем-то, фактически, если он войдёт в бухту, город окажется, в общем-то, на милость этого флота, который войдёт. И сделали такое промежуточное решение. Хорошо, можно заходить, но по четыре судна за раз. То есть, в день четыре судна. Флот более четырёхсот кораблей, да? Это значит… Сто дней будет. Сто дней будет, так сказать. Поэтому так вот заниматься тем, чтобы заправляться водой в течение, так сказать, ста дней. Ну, никогда не заправится. Вот. Значит, ну и, конечно, в общем-то, ясно, этот флот же шёл с целью занять Мальту. Поэтому, естественно, такой ответ его… Не устроил. Не устроил, разумеется, и был использован как предлог. В общем-то, потому что, ещё раз подчёркиваю, задача была занять Мальту, потому что, хотя бы уже потому, что было огромное опасение, что это сделают для французов англичанин, поэтому такая задача. Итак, ночью, соответственно, с 9 на 10 числа в воздух взлетали сигналы с корабля «Ориан», в воздух взлетали ракеты. Вот очевидцы описывают, что было «не могу описать вам впечатление, от небывалого зрелища в ночи тысячи ракет взлетали над французскими военными кораблями», они с помощью ракеты передавали друг другу сигналы. Задача была 10-го – атаковать остров, и магистру было послано следующее послание. Главнокомандующий возмущён тем, что вы не желаете разрешить набирать воду более чем четырём кораблям одновременно. Ну и, короче говоря, главнокомандующий объявляет о том, что мы это терпеть не собираемся. И 10-го на рассвете с корабля «Ориан» был дан сигнал высадки. Наполеон сам сел в шлюпку и высадился с тремя тысячами человек, если смотреть город Лавалетто, самый главный центр всего этого, вот с этой стороны, если от города слева, высадился Наполеон, а Дезе со своей дивизией справа в бухте Марса-Сирокко. Море было спокойным, что являлось необходимым условием для высадки, легко шлюпки подошли к берегу. По берегу в Мальте была устроена система башен, укреплений ещё со средневековых времён, и эти башни открыли огонь, но он был достаточно вялый, ещё раз подчёркиваю, гарнизоны, все эти наёмные солдаты не имели никакого желания погибать за Мальту, некоторые рыцари только хотели, так сказать, сражаться, а все эти наёмные солдаты оказывали самое вялое сопротивление, поэтому мгновенно были батареи, башни, все захвачены, и французы стали подходить к крепости. Но вот в крепость ворваться, конечно, было бы совершенно немыслимо, потому что крепления, как уже описал, они были слишком огромные. Так вот, французы стали подходить, остров был в скором времени весь наводнён французской армии, и где-то около 4 часов вечера 10 числа осаждённые попытались провести высадку, но они были отбиты мгновенно, загнаны обратно в эту крепость, это сделал полковник мормон, а дютант главнокомандующего, он за это получил позже звание бригадного генерала. А в городе начались беспорядки, ополченцы не желали сражаться, более того, даже убили несколько рыцарей, которые требовали, чтобы они бились. И более того, есть такие укрепления Кантонера, построенные в середине 18 века, их вообще там даже и ворота оставили открытым, т.е. там можно было совершенно спокойно пойти. Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь. В общем, в результате 10-го числа вечером стало понятно, что Мальта сопротивляться не может. На берег были спущены некоторое количество мортир, для того, чтобы, ну, в случае чего, до страски несколько бомб бросить в город, для того, что… Ну, не для того, что… Это не для осады, потому что осаждать серьёзно такую крепость – это немыслимо. Только для того, чтобы попугать. Ну, и этого даже не потребовалось. Произошло, так сказать, совет 11 вячеслав Гомпеш посоветовался, и в результате в 6 часов представители его направились в 6 часов вечера на борт Ориана, и представители великого магистра подписали, в общем-то, условия, которые им предложили. Акт о капитуляции был подписан уже окончательно в 2 часа утра 12 июня. Что этот акт капитуляции предполагал? Он предполагал, что… Да, чтобы облегчить этот процесс капитуляции, Гомпешу предложили следующее, что ему единовременно будет выдана сумма 600 тысяч франков, а потом будет ежегодно выплачиваться пенсия в размере 300 тысяч франков. Ну, это, по-настоящему, 3 миллиона евро. Тебе безумные деньги. Да, пенсия хорошая, 3 миллиона евро – это, в общем-то, нормально, можно жить, правда? То есть, ну, он подписал на этих условиях условия, прямо скажем, хорошие. Кроме того, все рыцари спокойно могут возвращаться в свои страны, им тоже всем назначается пенсия. Всем, в общем, заплатят какие-то деньги. А за это они должны сдать всё своё оружие, сдать все эти укрепления. И 12 июня в 8 часов утра все форты Мальты были переданы французским войскам. То есть, 12 июня утром французский трёхсветный флаг поднялся над этими мальтийскими укреплениями. Когда генерал Кафарелли, командующий инженерными войсками, вошёл в эту крепость, посмотрел, он сказал, мой генерал, нам очень повезло, что в крепости были люди, чтобы открыть нам туда дорогу, потому что настолько сложные укрепления, что просто вообще не разобраться, куда в эту крепость-то войти. То есть, ну, это, конечно, шутка, но это действительно так. Укрепления, ещё раз подчёркиваю, невообразимые сложности. И 13 июня эскадра вошла в порт. Это было, конечно, грандиозное зрелище. То есть, 300 сразу судов встали прямо в порту, причём без всякого беспорядка. И я ещё раз подчёркиваю, действительно необычайная вещь. Линейные корабли, как один пишет, что линейный корабль стоял у пирса, как рыбача лодка. То есть, прямо пришвартованный, прямо к пирсу. То есть, вот пирс и всё. Огромная глубина. Глубина, да, глубина типа 9 метров, 10 метров, и боевой корабль, огромный боевой корабль линейный стоит у берега. Понимаете, что это очень сложно было тогда. Тогда таких портов почти что не было. Нужно было искусственно углублять акваторию, что было невероятно сложно, потому что не было паровых судов, на которых можно было бы плавкраны выставлять. Именно так. И земснаряды. И поэтому в большинстве, в том же Тулоне, линейные корабли стояли на рейде. Конечно. И всё, так сказать, сообщение происходило с шлюпками. Всё это необычайно сложно, необычайно долго. А здесь прямо подошёл к пирсу. Поэтому действительно такой важнейший порт. Ну, эскадра, естественно, сразу запаслась водой и продовольствием. А в Мальте был оставлен французский гарнизон. Бонапарт приказал оставить здесь генерала Вабуа с четырьмя тысячами человек. То есть, таким образом, как бы армия потеряла четыре тысячи человек. Ну, не совсем так. Всем было предложено, рыцарям, во-первых, кто хочет вступить в французскую армию, почему бы и нет, мы всех приглашаем. И очень много французов и рыцарей вступили в армию добровольцами. Дальше. Всем вот этим наёмным солдатам было тоже предложено вступить в армию. Был сформирован Мальтийский легион. В общем, в результате две тысячи человек было сформировано. То есть, на острове оставили четыре тысячи человек, а взяли две тысячи добровольцев. Ну, этого шесть получилось. Добровольцев. Плохо. Нет. Оставили четыре, а взяли две. То есть, получается, как бы армия потеряла две тысячи человек. Она потеряла две тысячи. У неё убыль 4 тысячи, а прибыль 2 тысячи. Но я ещё раз подчёркиваю, эти 4 тысячи, естественно, получили под контроль мощнейшую крепость с огромной совершенно артиллерией, с огромными запасами, 500 тонн пороха, продовольствия на 6 месяцев. Вообще, если бы Мальта каким-то образом решила обороняться, то это было бы её взять невозможно. Но я ещё раз подчёркиваю, для этого нужна была воля к сопротивлению, воли не было никакой абсолютно. Мне вот что интересно, ведь это же, по сути дела, была независимая территория, суверенная, а французы что-то взяли её и взяли, как окружающие-то отнеслись к этому, Россия, у нас там Павел Петрович… О том, как окружающие отнеслись к этому, мы потом подробно поговорим, когда мы начнём специально делать систему «Египетская экспедиция и Европа», поэтому забегать вперёд мы не будем, но можно понять, что окружающие отнеслись в лёгком шоке, потому что это действительно захват фактически независимой страны, уничтожение древнейшего ордена. Естественно, Павел Петрович на это был возмущён. Но я ещё раз подчёркиваю, конечно, англичане тоже по этому поводу возмутились. Типа, что это мы сами хотели? Ну, они возмутились потому, что они хотели это сделать, а у них под носом эту Мальту утащили. Я ещё раз подчёркиваю, Мальта к концу 18 века эти рысари настолько ослабла вот эта вся система, что этот орден неминуемо бы кто-то… Прибрал бы кто-то, конечно. Прибрал бы обязательно, потому что это слишком жемчужно. Представляете, после того, как англичане эту жемчужину приберут, они уже никакими силами до середины 20 века не покинуты. Всё, это уже… Это так получнилось, извините. Да, вот так вышло, так сказать. Нет, это слишком удивительный порт, удивительная крепость, удивительный город для того, чтобы он, не имея силы к сопротивлению, остался независимо ясно, что либо французы, либо англичане должны были его прибрать к рукам. Итак, после этого, 19 июня, после того, как армия немножечко отдохнула, запаслась свежей водой. Итак, кстати, по поводу воды, вы знаете, одна из самых главных проблем, все, кто был на борту, описывают эту проблему с водой, потому что, естественно, тогда метод хранения воды, тогда воды в этих самых пластиковых бутылочках не было, так сказать. Холодильных, экономок нет, систем очистки воды нет, фильтров и так далее, химикатов, которые можно кинуть воду, условно говоря, и оно там осадит всю дрянь, тоже нет, поэтому вот ты воду взял, и вот с этой водой ты пока её всю не выпьешь, будешь ехать. Да-да, вода вонючая, так сказать, ужасная. Ну и правда, к счастью, всё-таки французский флот компенсировал, что в день полагалась на человека бутылка вина. В обязательном порядке все пили алкоголь, его разбавляли с водой специально, чтобы обеззаразить воду. В Англии то же самое, Грок изобрели ещё в конце 17 века, т.е. вода с ромом. Ну вот воду-то всё-таки не вино, здесь резиновые, вода с вином – это совсем уже в жарких морях, то здесь всё-таки вино отдельно, а воду, по идее, нужно было добавлять действительно крепкие спиртные напитки, и в день полагалось тоже, ну говоря нашим языком, там типа винная порция, французская – это винная порция во время чуть меньше 100 грамм, т.е. водочки. Вот таким вот образом, т.е. всё-таки это как-то скрашивало, но всё-таки один участник экспедиции вспоминает, что когда они подошли к Мальте, его первое желание было на берег, на берег, чтобы напиться воды, напиться, потому что действительно, эту вонючую воду уже было очень сложно бить. Вот флот весь пополнил запасы. Хотя, в общем, если представить себе, что они от Тулона, ну в основном от Тулона до Мальты, но тут же лапать по карте совсем ничего, а уже вода так успела попортиться. Ну, конечно. Как же они через Атлантику-то плавали, это же вообще караул. Ну, видите, они шли довольно долго, с 19 мая до 10-го, т.е. соответственно, получается у них больше 20 дней, так что через Атлантику примерно такие же… Ну да, примерно так же получилось. Таким образом, экспедиция начала с такого успеха блистательного. Этот успех, конечно, можно сказать, в области политическом обойдётся дорого, но в области пока стратегическим он оказался вот таким раз, и вот такая лёгкая победа, причём вообще без потерь практически. В дивизии ДЗ был убит только один солдат при штурме, ему голову ядром отравился, всё-таки… Кто-то бахнул. Кто-то бахнул всё-таки, а одного ранил в дивизии ДЗ, а в другой, соответственно, дивизии, которая высаживалась, там тоже пара раненых. Т.е. потери совершенно минимальные. Ну, и потери мальтийцев тоже были невелики. Т.е. потери были самые-самые небольшие, и остров, можно сказать, почти что бескровно был занят. Кроме того, кроме крепости были заняты, захвачены огромные богатства, потому что орден был очень богатым, там было огромное количество серебра, золота, так что было ещё чего заплатить Гомпишу, магистру… Его же деньгами. Его же деньгами. Т.е. деньги принадлежали ордену, а теперь они стали принадлежать его лично. Частичная приватизация. Частичная приватизация, таким вот образом произошла. Ну, а теперь мы вернёмся всё-таки к англичанам. Итак, смотрите, Нельсон идёт вдоль побережья Италии, он, так сказать, не знает, куда всё-таки направились французы, он стал с ужасом подумать, действительно, может быть, они всё-таки в Египет направились, так? И вот, значит, он 13 июня был недалеко от острова Эльбы, 17 июня подошёл к Неаполю, и английский посланник Гамильтон, кстати, с чьей женой Нельсон был очень близок. Дружил. Дружил, да, очень… Крепко дружил. Очень крепко дружил, да, что эта история стала вообще сюжетом для многих фильмов и так далее. Так вот, Гамильтон дал идею, что французы-то, судя по всему, к матье направились, но всё-таки Нельсон не мог не провести несколько деньков с супругой этого посла тоже, потому что с ней тоже были какие-то вопросы, которые нужно решить. Поэтому английский флот ещё задержался немножко. А после этого Нельсон решительно двинулся к Мальте, и 20 июня, пройдя Миссинский пролив, он узнал, что французы заняли Мальту, и вот тогда, вот уже чётко понимая, что французы двигаются в Египет, он немедленно флоту приказал своему двигаться на Александрию. И вот мы видим, это прямая линия движения английского флота прямо на Александрию. Фактически, Нельсон шёл почти что параллельно курсом с французами. Французы так получилось, что они взяли чуть-чуть севернее, потому что они решили пройти мимо острова Кандия, как я так говорю, Крит. Видите, они пошли чуть-чуть севернее, а Нельсон пошёл чуть-чуть южнее. И вы смотрите, 24 июня Нельсон прошёл прямо рядом с флотом. На расстоянии, вот 24-25 июня расстояние было примерно 26 морских миль между эскадрами. Ещё раз напоминаю, что эскадра – это не два кораблика, которые идут, это эскадра – два огромных пятна, которые идут по морю. Так сказать так, что французская эскадра как минимум с передовыми отрядами она занимала и 30, и 40 километров в длину, и, соответственно, там пару десятков километров в ширину. Так же, английская эскадра вокруг вот этих 14 линейных кораблей Нельсон нашло несколько лёгких судов, которые освещали, как говорят, её движение. Более того, ночью французы услышали пушечную пальбу справа, так сказать, и они понимали, что это, судя по всему, пушки английской эскадры, которая подавала знаки, один корабль подавал знаки другому, но они ночью проскочили на большой скорости, потому что Нельсон опередил по скорости движения. Естественно, у француза была эскадра из транспортных судов. И получалось, что 28 июня английский флот подошёл к Александрии, но рейд оказался пуст. Обогнали. И Нельсон был, конечно, в шоке совершенно. Он же был уверен, что вот он сейчас подлетает к Александрии. Французы, где французы? Да нету. Какие французы? Нет у нас никаких французов. А где они? Должны? Должны быть? Совсем больно. Не понимаю, при чём здесь французы. И Нельсон был в шоке. Неужели они обманули? Ну как? Что они? Он, конечно, подумал, что они обратно поехали в Киправтар. А может, они всё-таки на Ирландию поедут, понимаете? И Нельсон немедленно идёт сначала в сторону Малой Азии, а потом поворачивает опять в сторону… А может, они пошли в Грессию? То есть, у него возникает куча всяких идей в голову. А в это время французский флот медленно-медленно приближался к Александрии. Полюхает, как у нас на флоте говорят. И первое рано утром, 1 июля… Нельсону вообще не позавидуешь, потому что у него же не рации нет, ничего нет, у него, как это, в режиме онлайн информация не поступает, а если они в самом деле на Гибралтар поехали, их уже точно не догнать… Да, да, представляете, если бы они вдруг… Если они из Мальты… Да, заняли Мальту и пошли бы на Гибралтар. Кстати, это была бы гениальная идея. Да, абсолютно. Вот тогда всё. Вот тогда бы англичан, конечно, просто вся эта эскадра двигалась бы к Гибралтару, а потом бы куда-нибудь в Ирландию. Кстати, Испания – это был в этот момент союзница Франции. Да. После того, как они воевали в революционные войны, испанцы потом всё-таки… Своя геополитика вступила в действие, и Испания была союзница Франции. Это был бы гениальный ход, конечно. Но вот такого уж хитрого хода не было. Итак, французы увидели вдали Египет. Ну, мы сейчас… Пока они ещё на кораблях. Вот они сойдут с кораблей уже, наверное, на следующей лекции. Интересно. Значит, и так вот здесь вот уже только Бонапарт открыл цель экспедиции. Куда мы идём? А вот сюда. А вот сюда, да. Вот. И он прочитал такое воззвание. Солдаты, вы нанесёте Англии чувствительный удар, чтобы нанести потом сокрушительный. Англии чувствительный удар. Вам предстоит тяжёлый марш и много боёв, но мы одержим успех. Он будет на нашей стороне. Бей им омилюки, которые тиральные жители Нила спустя несколько дней после нашей высадки будут сметенаться с земли. «Народы, с которыми мы будем жить в Магометане. Первый их закон. Нет другого Бога, кроме Бога и Магомет-пророк его. Не перечьте им. Уважайте их муфтиев и имамов, как вы уважительно относитесь к раввинам и епископам. Относитесь к церемониям, предписанным Алкараном, к мечетям, с той же терпимостью, которую вы проявляли в отношении к монастырям, синагогам, к религии Моисея Иисуса Христа. Римские легионы покровительствовали всем религиям. Вы найдёте здесь обычаи отличные от европейских. Нужно к ним привыкнуть. Народы, к которым мы идём, обращаются с женщинами иначе, чем мы. Но в любой стране тот, кто насилует – это чудовище. Грабёж обогащает только небольшое количество людей. Он бесчестит, он уничтожает ресурсы, он делает врагами тех, кого мы хотим иметь в качестве друзей. Первый город, который мы встретим, построен Александром. Мы на каждом шагу будем встречать великие воспоминания, достойные вызвать дух состязания. Вот такое воззвание и главная идея, что мы должны прийти как освободителей филахов от гнёта Мамилюкова. То есть, это идея Наполеона. Филахи – это крестьяне. Филахи – это крестьяне. Это зависимые крестьяне, для которых Мамилюки – это феодальные господа. Так вот, такая вот идея. Мы идём освобождать Египет от этих Мамилюков. И, значит, 21 июня на борту Ариана был приказ – каждый солдат, который будет пойман на грабеже или насилие, будет расстрелян. Каждый солдат, офицер, генерал или чиновник армии, кто самовольно наложит контрибуции на города, деревни или отдельные личности, либо допустит какие-либо вымогательства, будет расстрелян. То есть, строго жестокая дисциплина для того, чтобы не допустить безобразия, для того, чтобы попытаться. Он, в общем, таинно, конечно, надеялся, он не понимал, что для населения этой страны всё-таки они были прежде всего европейцами. Конечно. И что между ними обычные религии положили такую пропасть, что попытаться стать их освободителем – это крайне трудно. Ну, во-первых, Наполеон, да и не только Наполеон, вообще европеец в это время не мог подняться до таких высот рефлексии, чтобы понять, что Египет, например, находится настолько глубоко ещё в Средневековье, что эта вот идея освобождения Филлахов от Мамилюков для Филлахов была бы просто немного дикой. Кого от кого? Кого от кого? Самое главное, что… А зачем? Для Филлахова это были вообще какие-то… это настолько посторонние люди, что они их не могли вписать в свой, так сказать… Конечно. Они находились на разных стадиях общественно-экономического развития, просто настолько разных, что попытаться… Ну, это как бы вот… попытались бы сделать, например, социалистическую революцию где-нибудь среди африканских племён озера Виктория, не говоря. Ну да, примерно так, да. Они вообще ещё вроде племеном создали… Да, и бы стали пропагандировать идеи социализма… Маркса бы им дали посчитать… Да, да, посчитать, это так. Ну, примерно из этой оперы. У вас в Афганистане так было в 79-м году? Примерно то же самое. Ну, в общем, близко, да, что-то такое. Ну, вот мы сейчас закончим тем, что… смотрите, французский флот уже у берега, он увидит уже Александрию, и в это время вернул фрегат Юнона, который был постнодразведкой, который буквально, чуть ли не смотря в корму англичанами, подошёл к Александрии. Он, значит, 29 июня прибыл к Александрии, через день после англичан, буквально через несколько часов он принял на борт французского консула, и вот фрегат вернулся к эскадре 1 июля на рассвете, и вот консул Магалон и Денон, Виван Денон, который здесь тоже был, они сделали рапорт Бонапарту о том, что происходит. А рапорт был такой, что английский флот в двух шагах, он где-то вот-вот-вот здесь… А представьте, кстати, в этот момент флот вот… Очень был бурный день такой с точки зрения ветра, так сказать, волны достаточно были серьёзные, английский флот рядом, а у них вот весь этот транспортный флот всё это уже перемешалось даже, так сказать, недалеко от Александрии. Так вот, и Денон пишет, ветер был сильный, конвой перемешался с боевыми кораблями, недавно видели англичан, они могли появиться в любую минуту. Я не заметил ни одного признака растерянности на лице генерала. Он попросил меня повторить рапорт, а затем после нескольких минут молчания приказал начать высадку. Так, в ночь с 1 на 2 июля началась египетская кампания, французские войска начали высаживаться с кораблей на сушу. Я думаю, о том, как уже проходили события на суше, мы начнём говорить в следующий раз. Безусловно, очень интересно. С англичанами особо головка, конечно, получилась. Вроде бы не хотели, чтобы они их обогнали, а так здорово вышло. Получилось, конечно, это фантастично. Заметьте, как Нельсон идёт скорость движения войска эскадра, он же идёт прямо в 2 раза быстрее, французская эскадра, он же свободен от транспортных судов, у него только боевые корабли, причём боевые корабли, естественно, с хорошо обученным экипажем, а у французов здесь куча этих транспортных судов, которые постоянно приходится пропускать, подгонять. Более того, некоторые же капитаны транспортных судов, они же никакие тут не боевые офицеры. Нет, ну разумеется, там уровень выучки и вымустрованности экипажа просто несопоставимы, естественно. Так нет, ещё многие эти капитаны торговых судов, они вообще не хотят, просто при первой возможности оттуда сказать, ну а мы отстали, потерялись, поэтому нужны были военные суда, которые их ещё сзади идут, собирают, говорят, вперёд-вперёд, давайте продолжать движение. То есть, короче говоря, вот эту всю эту кучу транспортных судов, это было, конечно, очень сложно привести, и она пришла, как видите, с опозданием, таким образом египетская экспедиция могла начаться. Спасибо большое, очень интересно. Мы продолжим завоевание Египта в следующий раз. Обязательно. Ну что, теперь ожидайте вестей не с итальянских, а с египетских фронтов. Всем счастливо! Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok